Лыжня России проводится ежегодно с 1982 года и всегда является большим зимним праздником. Все больше простых любителей активного отдыха выходят на старт самой массовой лыжной гонки России. Для них систематические занятия физической культуры и спортом являются образом жизни. В лыжне России принимают участие как профессиональные лыжники, так и любители. К участию в соревнованиях приглашаются граждане от 12 до 70 лет. Участники, занявшие с первого по третье места, на всех дистанциях награждаются медалями, дипломами и памятными призами Минспорта России. Всем участникам соревнований вручается сувенирная продукция, шапочка, а также нагрудный номер или номер майка. Подача заявок на участие возможна на официальном сайте Лыжня России. Более 10 лет в Ленинском районе проводится рождественский конкурс, в котором принимают участие взрослые дети. Творческие работы художественно-прикладного искусства участников марафона, а их было около 600, прошли отборочные туры. В кинотеатре «Искра» состоялось праздничное награждение победителей конкурсной программы «Рождество-2014». Слово нашему корреспонденту Людмиле Медведевой. На праздник собрались почти все участники конкурсной программы. В фойе в этот день были выставлены прекрасные работы художественно-прикладного искусства, посвященные светлому празднику Рождества Христова. В 13-й год в нашем районе и городе идут выставки, посвященные Рождеству Христову. И, конечно, с каждым годом удивляешься мастерству малышей, с какой любовью они подходят к этому празднику. Как и всегда, работы рождественского конкурса оценивались по нескольким номинациям. Сестры Ксения и Анастасия Шмаковы в этом году за свои работы, художественное творчество, получили дипломы. В прошлом году занимала третье место, в этом второе. Мне нравится рисовать, я буду продолжать рисовать, хочу занять гран-при. Столько души и диплом в работу вложено, что, говорит, вам каждому нужно отдать гран-при. В 13-м районном конкурсе «Рождество Христово», организованном Управлением образования и Видновским благочинием, приняли участие более 500 художников и мастеров прикладного искусства. У этого конкурса очень много единомышленников, участников. В этом году очень много желающих приняло участие в этом конкурсе, а именно 577 человек. Наверное, поэтому столько у этого конкурса и победителей. 101. Главного приза гран-при в этом году достойны 28 участников. Среди них Даша Федорова, постоянная победительница всех творческих конкурсов. В 2013 году она была удостоена и губернаторской премии. У нее хорошо получается графика. Она большой мастер декоративно-прикладного искусства. Мы работаем с ней всеми материалами, которые доступны, пытаемся. Потому что я считаю, что это дело ее будущего. В творческом плане я, в принципе, не знаю. Мне просто нравится рисовать, и я рисую. Но есть такая мечта, чтобы оставить свой след в истории. Центр детского творчества «Импульс», вдохновитель и основной организатор этого праздника и конкурса, как и во все года его проведения, подарил всем добрый кукольный спектакль, коллективу которого в этом году присвоено звание образцового. Людмила Медведева и я, Адамя, Елена Кошлева, Видное ТВ.